Приветствую, друзья! Наконец-то у меня появилось время ответить на ваши вопросы, на самые животрепещущие вопросы, потому что сотнями их задают мне ВКонтакте, на Фейсбук пишут и, соответственно, присылают мне по почте. Очень приятно, что вы задаете эти вопросы, что это уже основательные, созревшие, прям наболевшие вопросы, на которые я должен так или иначе дать внятный, вразумительный ответ с моей стороны. Итак, что же приобрести в бюджетном сегменте на данный момент из БО автомобилей? Я очень рекомендую прям всеми руками, всеми правдами и неправдами за этот автомобиль. Это Honda Civic FD1 по кузову. Обозначение идет у нее с 2005, 2008, 2008, насколько я помню, был рестайлинг у этой модели. В общем, втековский движок 1.8 140 просто мировой, с капитальным, можно сказать, ресурсом большим, огромным, неисчерпаемым, с хорошей подвеской, с космическим экстерьером и интерьером. Очень рекомендую этот автомобиль. Можно найти даже за 280, за 260, за 300 тысяч прям плачущий, рыдающий экземпляр, но восстановить его вполне по силам каждому, потому что запчасти недорогие, они есть в наличии, это автомобили в сервисах хорошо знают, поэтому можно брать за 350, за 400 уже очень ухоженный экземпляр в максимальной комплектации. Седан будет на автомате либо на механике и, соответственно, хэтчпэк будет на роботе, робот не рекомендую. И будет механика Type-R, уже заряженной версии, для очень горячих парней. И следующий экземпляр в БУ-сегменте я очень рекомендую брать Renault Fluence. 2011, 2012, 2013, 2014 год уже в рестайлинге. Автомобиль просто мировой, особенно с двигателем K4M 1.6, с ресурсом в 450 тысяч. Просто неисчерпаемый ресурс надежности заложен в этом автомобиле. И, безусловно, это замена ремня ГРМ, фазовращатель стоит, он накрывается каждые 70-80 тысяч километров пробега. Вот, в принципе, и все. Никаких недостатков в этом автомобиле. Вот уже пошел 100-120 тысяч по подвеске, ничего не менял по электрике. Это всего лишь укоренившийся в наших головах стереотип. Вот два экземпляра, которые я очень-очень рекомендую к покупке. Fluence можно найти 2012 года за 350, а то и за меньшую стоимость. Потому что владельцы понимают, что ломить огромные цены за такой автомобиль просто неразумно. Нет фанатов у Renault, нет сторонников, которые хвалят эти автомобили. В основном Renault, Peugeot и Citroёn. Это, можно сказать, отдельная особняк какая-то, отдельная когорта автомобиля, которые, к сожалению, у нас не любят. Следующий вопрос. Он связан для меня с наболевшим случаем. Как это произошло? Сейчас я вам расскажу. Дело обстоит следующим образом. Я, можно сказать, до недавнего времени был ярым поклонником, фанатом Mitsubishi. Но, как только я узнал, что Mitsubishi слился, этот концерт, автогигант слился с Renault, Nissan и АвтоВАЗ, а, к сожалению, мои нервные окончания приказали долго жить. И как-то, не то чтобы я огорчился, но в душе стало у меня немножко грустно. Потому что я вижу в этом сотрудничестве много плюсов, но для настоящих ценителей, для настоящих поклонников и фанатов бренда, бренда, это очень плохо. Тот же самый концерн BMW сейчас принимает участие в разработке, в возрождении легендарного автомобиля Toyota Supra. То есть, они разрабатывают двигатель, подвеску и так далее. Это как, друзья, как непосредственно фанаты Toyota будут думать, а не то, что даже будут думать, а они вынуждены будут смириться, что под капотом двигателя от BMW. Плюсов больше в этом. Это понятное дело. Если бы в свое время BMW под крыло не взяли бы Land Rover, не появились бы BMW X5, V53, кузове и так далее. То есть, не было бы у нас кроссоверов от баварской марки. Это вроде бы как и здорово. Но, с одной стороны, я за чистоту бренда, за чистоту, за кристальную слезу младенца, когда есть чем гордиться владельцу. А тут, получается, у нас одни разочарования в данном случае. Что я рекомендую? Брать автомобили, у которых чистая благородная история. Таких немного. Сейчас их немного, к сожалению. Вы посмотрите. Renault, Nissan, Autovas. Сейчас это и Mitsubishi. В качестве примера приведу яблочный продукт. Почему мы так сильно любим эти девайсы? Ответ очень простой. Потому что сама идея воплощения стиля реализована и превознесена в абсолют в этих гаджетах. Почему мы так любим идею совершенного гаджета именно в техническом плане? Потому что Apple старается максимально приблизить эти гаджеты к душевной составляющей. То есть привязка идет именно к душевной составляющей. Поэтому очереди, когда анонсирует очередной iPhone или какой-то еще девайс. Поэтому стоимость у даже тех самых моноблоков от Mac, она космическая. Сейчас 10 iPhone S. Я вообще не являюсь поклонником Apple. Но действительно, телефоны хорошие. Я смотрел много обзоров, сам держал в руках, пользовался. Но мне как-то они не по душе, понимаете. Не зацепило меня это. Видимо, еще я не дорос. Или не настало то время, когда я наконец-то проникнусь всей сущностью именно яблочного продукта. Я считаю, что это довольно крутые гаджеты. Шутка ли? На данный момент уровень капитализации Apple составляет 1 триллион долларов. Вот поэтому они сумели собрать такие средства по всему миру. С каждого понемногу. Ну как понемногу, конечно, в данном случае это много за такой продукт. Но тем не менее, я не против сотрудничества. Поймите меня правильно. Но я против каких-то коопераций на несколько лет, когда потом один бренд банкротится, к сожалению. А другой за счет него становится еще выше. Понятно, что на плечах великана можно разглядеть больше. Но не за счет преданных поклонников и фанатов. Хочется прийти в автосалон, в мультибрендовый салон, выбрать для себя автомобиль. Сесть с него, запустить двигатель, завести, поехать. Получать от этого удовольствие, закрыть автомобиль, отойти на 15 метров, посмотреть и сказать, я сделал правильный выбор. Сто процентный правильный выбор. Потому что если вы не оборачиваетесь, когда вы отходите от своего железного коня, я думаю, вы приобрели, к сожалению, не тот автомобиль. Нужно было смотреть лучше, нужно было выбирать тщательнее. Это как, я не знаю, как с супругой, как с девушкой. Тут только вина ложится исключительно на ваши мужские плечи и на вашу голову. Потому что нужно было думать, когда вы выбирали. Я совершал много ошибок с автомобилями, с новыми автомобилями по выбору. Советовал часто не то. Признаюсь, конечно, да. Было такое дело. Но сейчас я рекомендую всем и каждому выбирать автомобили попроще. Во всех отношениях. В техническом плане. В плане экстерьера, интерьера попроще. И брать, конечно, новые. Стараться брать свежие года от одного владельца. Вот тогда действительно, как бы такой обкатан, наприкатанный автомобиль. За разумные деньги. Уже без гарантии, понятное дело. Но с чистой сервисной историей, с чистым пробегом, с чистой душой покупаете. И просто-напросто не знаете проблем. Вот это, конечно, самый прям идеальный вариант, когда вы ограждаете себя от проблем, которые возникнут у вас в будущем при эксплуатации того или иного автомобиля, который вы выбрали. Поэтому я за чистоту бренда. Вы понимаете, да. То есть BMW, Audi, Mercedes, на реальности когда-то будут объединяться. Может, там, опять-таки, по сотрудничеству, по силовым агрегатам. Для меня просто ножом по сердцу, когда я увидел, что в Infinity, в новых моделях, не во всех, конечно, да. Это силовые агрегаты от Mercedes-Benz. Это как понимать, Daimler? Вообще, это как понимать, друзья? Для меня это был стресс, шок. Это мягко сказано просто. Как же так? Миллионы фанатов и поклонников по всему миру, покупая Infinity, как бы в кавычках покупают Mercedes-Benz. Это просто неслыханная наглость с их стороны. И, вы знаете, мы можем возмущаться, мы можем приходить в негодование, мы можем как-то очень печалиться по данному факту. Но он есть, и его уже исправлять никто не будет. Единственный момент, тем, кому не слишком важно, просто сесть, поехать с пункта А в пункт Б, добраться и все никакой. И истории не знать автомобиль, Daimler вообще не надо для таких автолюбителей, это, конечно, плюс. Потому что многих цепляет внешность. То есть, визуалы, которые исключительно оценивают автомобиль с точки зрения экстерьера и интерьера, им понравилось. Им без разницы, какой мотор, какая остаточная стоимость, какие комплектующие. Хотя, конечно, многие концерны сотрудничают с разными поставщиками продуктов, узлов и агрегатов на их завод. Но все равно, я за чистоту, если это японский автомобиль, я хочу, чтобы в нем и генератор, и стартер, и катушки зажигания, и головка блока, и все провода, и электроника были чисто японские. Чисто японские, понимаете? Вот нет такого сейчас. Это хорошо, это плохо, покажет время, но на данный момент, вот что имеем, то, в принципе, и имеем. Подводя итог моему видеообращению. Очень рекомендую из бушек, Honda Civic, Renault Fluence. Из новых автомобилей, VAG-продукты. Очень хорошо продается Toyota Camry, Corolla очень дорогая на данный момент, Mazda 3-шку рекомендую. Конечно, Nissan Almeru в этом сегменте, это очень хороший автомобиль. Nissan Juke вернулся, Suzuki Vitara, Suzuki SX-4. И все японские автомобили, собственно говоря. Также мне понравился Skoda Rapid. Это тоже очень сбитый, крепкий, монолитный, основательный автомобиль, который вам понравится. Volkswagen Polo. В общем, выбор сейчас не такой широкий, как в хорошие, добрые времена. Но он все равно есть. И этот выбор за вами, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за подписку, за комментарии, за лайки. Это самое главное. Выгодных вам покупок. Радуйтесь, радуйтесь новым автомобилям. Потому что счастье от владения новым автомобилем, оно самое дорогое, самое ценное. Что может вас связывать именно с вашим железным конем. Удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok